Добрый день! Я бы хотел сегодня поговорить о происхождении атмосферы. Вот весь этот замечательный мир, в котором мы живем, наша великолепная природа, океаны, вот эта студия, в которой мы сейчас сидим, в свое время летала в виде такого газопылевого облака, из которого потом произошла наша Солнечная система. Это событие произошло примерно 4,5 миллиарда лет назад. Вся масса нашей Солнечной системы сосредоточена в основном в Солнце, и поэтому химический состав вот такого облака фактически отражен в химическом составе Солнца. Если говорить об обилиях элементов, то в основном это представлено водородом, гелием, в какой-то степени это кислород, углерод, то есть азот, летучие элементы. А те элементы, которые составляют твердое вещество Земли, это кремний, магний, железо и другие, они находились в очень-очень таком следовом количестве. Тем не менее, эволюция Солнечной системы произошла таким образом, что планеты земной группы как раз образовались из этого твердого вещества. Есть планеты-гиганты, они большие, они унаследовали фактически состав этого газопылевого облака, и, видимо, за счет своей такой большой гравитации, это планеты типа Юпитера, Сатурна, они смогли удержать просто-напросто кусок того газопылевого облака, которое было, и состав элементов, которые находятся в атмосферах этих планет, очень близок к тому, что есть на Солнце. Если посмотреть на состав атмосферы Земли и Венеры, Марса, то есть планеты земной группы, то он, в общем-то, сильно отличается от элементного состава Солнца. И почему это произошло, я бы хотел как раз остановиться на этом. Особенности этих элементов, которые составляют небольшую долю к тому, что находилось в солнечной туманности, я имею в виду те элементы, это кремния, магния, железо, которые сформировали в основном каменные вещества нашей планеты, она имеет ту особенность, что она могла конденсироваться, и происходила конденсация и образование полевых частичек, которые потом, в конце концов, слипаясь и формируя более большие тела, сформировали тела, которые сейчас выпадают на Землю в виде метеоритов. Вот метеориты, которые выпадают на Землю, они тоже имеют возраст где-то примерно 4,5 миллиарда лет, и в их веществе записаны те процессы, которые происходили во время формирования Солнечной системы. При формировании вот этих каменистых тел, они могли захватывать, но уже в гораздо меньшей концентрации, летучие вещества, и углерод, и водород, и азот. И если сравнить изотопный состав вот этих летучих элементов в метеоритах и изотопный состав этих элементов на Земле, то пока видно большое сходство между этими элементами, изотопным соотношением и обилием элементов. То есть летучие на нашу Землю пришли вместе с этим каменным материалом, из которого формировалась Земля. Есть модели, которые также рассматривают пополнение этих летучих за счет выпадения комет. Кометы прилетают из очень далеких областей Солнечной системы, они также несут воду, они также несут и углерод, и азот, и в достаточно большом количестве. Но количество самих комет, видимо, было не очень большим, и те изотопные отличия, которые наблюдаются в кометах, это, во-первых, тяжелый водород, я имею в виду отношение детерия к водороду, там больше, чем в земной воде, и ближе к тому, что находится в веществе метеоритов. Поэтому все-таки наша точка зрения стоит в том, что летучие в основном были принесены вот этими каменными телами, так называемыми планетиземалями. Эти планетиземали формировались на орбитах вот там, где сейчас находится Земля, где находится Венера, где находится Марс. И при своей эволюции они объединялись в большое родительское тело, которое потом сформировало планеты на этих дистанциях от Солнца. Вопрос, каким образом произошло выделение вот этих летучих при эволюции планеты, это очень важно, потому что это фактически и есть рождение атмосферы. В свое время, где-то в середине прошлого века, когда посчитали скорости выделения воды из всех вулканов земных, то просто-напросто умножив эту скорость выделения воды на 4,5 миллиарда лет, увидели, что эта величина очень близка к тому же объему нашего океана. И поэтому сказали, вот вам простой ответ. Все океаны вытекли из вулканов. Так появилась модель непрерывной дегазации, поскольку вулканы на протяжении всей истории Земли выделяют газы, выделяют воду, выделяют СО2, выделяют азот и формируют атмосферу планеты. Но потом при более внимательном исследовании оказалось, что не все так просто с этой моделью, потому что возникла такая вот проблема, что если посмотреть на обилие благородных газов в атмосфере и в недрах Земли, то видно, что практически все благородные газы, а это неон, аргон, криптон, ксенон, они в основном находятся в атмосфере. При этом же все остальные летучие соединения, они распределены между атмосферой и мантией Земли, причем довольно-таки большой запас существует в мантии. Почему произошло отделение благородных газов и не выделение вот этих вот летучих компонентов, это была первая проблема, которая была поставлена перед наукой. Потому что в модели непрерывной дегазации все газы должны выходить одновременно. Мантия объединяется летучими, летучие выходят в атмосферу и накапливаются в ней. Потом поняли, что не так все просто и с балансом выделения этих газов. Вулканы в основном у нас сосредоточены по так называемым геносинклинальным зонам. Там, где океаническая кора сталкивается с корой континентальной и затягивается под нее, опять происходит сжатие, разогрев вот этой коры. И те породы, которые обогащены летучими, то есть та вода, которая насыщает океаническую кору, она просто опять выделяется в этих вулканах и выделяется наружу. Фактически здесь идет циклирование воды. Из вулкан выделяет та же самая вода, которая уже находилась в океанах. Это не вновь поступающая вода. Потом более детальное исследование изотопии благородных газов, в частности ксенона, показало, что выделение благородных газов произошло очень-очень рано в земной истории. Вот соотношение между теми изотопами, которые должны были вначале образоваться, и теми, которые образуются впоследствии, показывает очень-очень раннее и быстрое высвобождение этих изотопов. Причем оценки показывают, что опорожнение этого резервуара каменного, из которого формировалась земля, произошло очень рано, и примерно только десятая доля процента от исходного ксенона осталось в земле. Решение этой проблемы родило представление о том, что атмосфера должна была каким-то катастрофическим образом сформироваться очень рано. То есть должен был быть очень ранний источник атмосферы. И просто анализ тех событий, которые проходили в ранние периоды Солнечной системы, они показали, что действительно при сборке планеты из этих планетезималей, скорость, когда падение этих планетезималей на планету начинает возрастать по мере накопления массы. И, например, при накоплении 10% массы Земли, скорости падения уже превышают 5 км в секунду. А на заключительных этапах сборки Земли уже скорости должны были быть выше второй космической, то есть больше 11 км в секунду. И когда метеорит или планетезималь с такой скоростью ударяется о поверхность, то в результате вот этого ударного процесса происходит сильный разогрев, происходит частичное испарение метеорита. И анализ вот этих механизмов ударных показал, что должна быть очень высокая степень выделения летучих из каменистого тела. Вот этот механизм, который получил название ударная дегазация, она во многом объясняет все наблюдаемые явления. Это выделение, быстрое выделение благородных газов и выделение других химически активных компонентов. Если посмотреть внимательно на все эти планетные тела, скажем, в такой ретроспекте, как Луна, Марс, Земля, это ряд, который показывает нарастание массы планеты, то видно, как масса влияет на устойчивость атмосферы. Вещество Луны очень объединено летучими соединениями, то есть это показывает, что дегазация произошла на Луне, но на Луне нет атмосферы, гравитация настолько низкая, что Луна не может удерживать свои летучие. Сейчас в результате последних измерений было показано, что в полярных холодных ловушках находятся летучие, и было бы очень интересно посмотреть и понять источник этих летучих, действительно ли Луна продолжает выделять из своих недр летучие, которые могут только лишь присутствовать в полярных шагах. Марс чуть больше, чем Луна, он примерно составляет 10% от массы Земли, он в два раза меньше по диаметру. Он, по-видимому, имел в ранней своей истории, благодаря этой ударной дегазации, период, когда была выделена достаточно значительная атмосфера, которая позволила содержать океан, была мощная атмосфера, значит, были устойчивы там и реки. Но в последующей истории, вот, видимо, непрерывная дегазация не была столь достаточной, и масса планеты была столь мала, чтобы удерживать эту атмосферу, она постепенно утоньшалась и терялась в пространстве. Но только Земля может удерживать свою планету, свою атмосферу, и мы можем этим наслаждаться. Вот на этом я хотел бы закончить.